Я всех приветствую на производстве взломостойки дверей и сейфов компании Monolith. Сегодня мы поговорим о двери как о идеальном творении. Идеальным творением дверь можно назвать только тогда, когда абсолютно все ее показатели, а это именно защита от чистого вскрытия отмычками, защита замков, защита полотна в целом двери от отжимов, такие показатели как звукоизоляция, герметизация, такие показатели как внешний вид, практичность отделки, когда все эти показатели переплетаются друг с другом и находятся на максимально высоком уровне, только тогда можно назвать дверь идеальным творением. Поэтому давайте подойдем поближе и по каждому из пунктов поподробнее поговорим. Безусловно, многие скажут, что идеально это растяжимое понятие, что для кого-то идеально это замок мотора, для кого-то идеальная дверь в кожезаменителе и так далее. И все-таки я попытаюсь, перечисляя все характеристики данной двери, вас убедить в том, что эту дверь действительно можно назвать идеальным творением. Давайте начнем с замков. Замковая группа состоит из трех замков, двух механических и одного электромеханического. Механическим замком нижним, фиксирующим замком, послушал замок Chizzer Evolution Pro, который сам по себе, само полотно замка уже является идеальным в своем классе. По таким параметрам, как формат, по бесшумному редукторному ходу, по возможным опциям, такие как отключение защелки фиксатора, надежной системы дополнительных точек запирания тяг и так далее, так далее. То есть тот человек, который разберется в данном вопросе, он поймет, что данный замок является идеальным. В который установлен идеальный замок EF-а. Замки EF-а это замки безупречного качества, безупречной секретности. И именно такой цилиндр был подобран в данную дверь. Защитой замка послужило 12 мм каленого металла на весь корпус замка с внешней стороны. Плюс установлена броненакладка Monolith с толщиной шайбы 20 мм. 20 мм толщина шайбы с твердостью, которая достигает 67 единиц. Это такой максимум, который уже превосходит по твердости уже фрезы, сверла. То есть тот инструмент, который в принципе рассчитан на то, чтобы сверлить такого рода металл для вскрытия данной двери, если методом повреждения. Средний замок это сувальдный замок. Барьер-пример специальная версия замка, которая выполнена таким образом, что практически половина ригелей еще находится в корпусе замка. Тем самым такой метод взлома, как отжим, он будет работать не просто на, скажем так, отрывание ригелей от планки, которая их двигает. А именно три ригеля будут работать на срезание. Это совершенно другие усилия. И совершенно другой инструмент для этого нужен. Поэтому формат замка, надежность замка. То есть замок лишен таких проблем, как перепроворот, которые могут произойти на чизе перекодировочной, на матуре, сувальдной, такие там с J, не J серия. Все эти замки могут иметь перепроворот. Данный замок перепроворота не может, как говорится, словить. Поэтому по надежности он идеален. По секретности вы также можете, если кто разберется, он поймет, что данный замок в чистую вскрыть не представляется возможным. Поэтому этот замок является нескрываемым. Кроме этого, эти оба замка завязаны в единую систему нашу фирменную. Когда закрывая нижний замок, перекрывается ключевое отверстие верхнего. То есть алгоритм открытия всегда будет такой, что уходя из дома закрывается верхний замок, затем закрывая нижний, перекрывается ключевое отверстие верхнего. И третий замок это замок электромеханический, модель замка Филен с GSM управлением. То есть замок может быть открыт либо закрыт с любой точки земного шара. То есть замок, кроме того, что он является невидимым с внешней стороны, но он выполняет очень важную функцию, такую как контроль доступа. То есть даже оставив, допустим, полностью ключи кому-то, кто будет следить, допустим, за вашей квартирой в вашем отсутствии, то этот человек, придя и открыв оба замка, он не сможет в нее попасть до тех пор, пока хозяин квартиры ему не откроет верхний замок и тем самым не откроет доступ к помещению. Теперь мы поговорим о замковой группе в целом. Она является идеальной в плане секретности, идеальной в плане опций, таких как контроль доступа. И она является идеальной в плане защиты ее от вскрытия методом повреждения. Повторяю, броненакладка Monolith с немыслимой твердостью, с немыслимой толщиной шайбы. Каленые пластины 12 мм полностью на весь корпус замка, как на нижний, так и на верхний замок. И замок электромеханический филин, тот, который обеспечивает в данной замковой группе контроль доступа. То есть замковая группа, подумайте и примите решение, является она идеальной, не является идеальной. Размер ключей, он тоже очень компактный. Здесь нет полметровых ключей, здесь все компактные ключики, как от нижнего замка, так и от среднего. И замок филин открывается карточками, либо с телефона. Поэтому связка ключей очень современная, очень аккуратная, которая не будет доставлять вам лишних клопот. Теперь поговорим о конструкции. Конструкция Monolith Muscle. Конструкция Monolith Muscle это конструкция пятого класса взломостойкости. На самом деле, если говорить о идеальной конструкции, о идеальной защите, то пятый класс взломостойкости, ну не побоюсь этого слова, можно уже назвать идеальным. Это защита от мощнейшего инструмента, такого как уже болгарка разрешена на пятый класс, уже более мощные ламы, зубила, молотки. То есть весь тот набор инструмента, который уже фактически не используется ворами, как минимум 99,9% воров, такой инструмент не используется. Но если взять этот набор инструмента и подойти также с 99,9% дверей, то та дверь будет вскрыта буквально за считанные, если не секунды, то минуты. То конструкция пятого класса предусматривает большой промежуток времени набором такого мощного инструмента и опытными злоумышленниками. То есть в условиях квартиры такая дверь, такая конструкция, она не будет взломана. Поэтому ее можно назвать идеальной. Понятно, ее можно назвать не идеальной. Можно сказать, что да, мне не нужна такая конструкция, кто-то и как бы болгаркой будет резать, безусловно. Но я думаю, никто не откажется от такой конструкции. Поэтому если как бы задуматься и подумать, то ее можно назвать идеальной. Чего она состоит? Сетка из ребер жесткости. Это два вертикальных и восемь горизонтальных ребер. То есть если даже расслоить листы металла, которые идут как с внешней, так и с внутренней стороны, то мы не получим окно, которое позволит нам, допустим, вырезав внутренний лист, либо попасть в помещение, либо разорвать, скажем так, эту конструкцию полностью. Со стороны петель идут противосъемы, антисрезы. Они идут по всей высоте дверного полотна. И когда дверь закрывается, они пассивно входят в раму. Это только что касается полотна. Что касается рамы, там также внесены очень существенные конструктивные особенности, которые позволяют данной раме также противостоять такому мощному набору инструмента. Это противозломный лабиринт, так называемый. То есть, когда дверь закрывается, то забиться с торцевой стороны, чтобы завести какой-то сверхмощный инструмент, уже не представляется возможным. Это идут полностью два уголка, которые свариваются в единый короб, который имеет максимальную жесткость, которую уже нельзя в районе замков раздавить, тем самым, чтобы с выдвинутыми ригелями вышли из рамы. Это идут уже каленые пластины, которые защищают от забивания ригелей. То есть, они идут как в торцевой плоскости, так и во фронтальной, то есть, чего также не делает ни один производитель. То есть, конструкция пятого класса, это конструкция, которая защищена абсолютно со всех сторон. Это не просто 10 миллиметров металла перед замком, а все остальное как решето. То есть, это сбалансированная конструкция, которая вплоть до крепления этой конструкции подразумевает работу вот этим максимально мощным набором инструмента. Крепление производится на 14 монтажных ушей, крепление, которое имеет удаление, то есть, с внешней стороны нельзя там снять наличник, перерезать, то есть, такие варианты здесь не проходят. Если стена недостаточно прочная, то устанавливается обратная рама, как на данном экземпляре. Замки имеют трехстороннее запирание, когда вы закрываете замок, вы одновременно, дополнительные точки запирания идут вверх и вниз. Поэтому, что касается конструкции, ее тоже можно назвать идеальной, как по креплению, как по защите замков, так и по надежности. О надежности я скажу, что все элементы, они, кроме того, что они очень тяжелые, кроме этого, сечение металла имеет очень большую толщину. То есть, петли привариваются не просто к листу двоечка, они привариваются минимум к 8-12 мм металла, что позволяет максимально их скрепить воедино, то есть, не будет вытягивания металла, не будет какого-то расшатывания металла. Петли применяются также нашего производства, подшипниковые. Каждый подшипник рассчитан на тонну 150, во всех наших дверях идут две петли. Поэтому, конструкция как по защите, так и по надежности, ее также можно назвать идеальной. Я повторяю, штамковая группа можно назвать идеальной, конструкция, если разобраться и как бы задумать, можно назвать идеальной. Теперь мы переходим далее, это такие параметры, как звукоизоляция и герметизация. Я неоднократно упоминал в своих видео, что звукоизоляция и герметизация, это два параллельных параметра. Допустим, звукоизоляция, она не может быть без герметизации. Поэтому данная дверь, это идеальная герметизация, которая обеспечивается двойным уплотнителем при закрывании по всей плоскости двери. Имеет одинаковое прилягание, тем самым не дает дополнительное усилие на замки и при этом полностью обеспечивает герметизацию. И вот только тогда мы можем говорить о звукоизоляции. Звукоизоляция, это наружный МДФ 16 мм, за которым идет 6 мм виброизоляционный материал, который служит идеальным звукоизолятором. Его используют в автомобильной индустрии, его используют для звукоизоляции разных помещений. Поэтому за 16 мм внешней панелью идет 6 мм звукоизолятор. Потом идет 65 мм минеральной ваты. Безусловно, это хороший звукоизолятор, но учитывая то, что здесь идет плотная сетка из ребер жесткости, вот эта концентрация металла, она меньше всего служит как на звукоизоляцию. Но тем не менее, безусловно, она есть. 65 мм кустической минеральной ваты. Затем идет 26 мм внутренняя панель. 26 мм, в которой 10 мм выбрано, то есть идет полностью корыто на 95% всей площади внутренней панели, выбрано 10 мм. В которой также проклеен 10 мм акустический виброизолятор. Поэтому вот эта вся толщина, это кроме того, что защита от силового взлома, эта вся толщина, она работает на звукоизоляцию и на герметизацию. Поэтому звукоизоляция и герметизация данной модели двери и данного экземпляра, в частности, они идеальны. Поэтому по звукоизоляции ее тоже можно назвать идеальны. Теперь мы перейдем к внешнему виду. И я, может быть, неправильно скажу, но, допустим, заказчики иногда это называют антивандальностью. Насколько отделка антивандальна? То есть есть на самом деле панели МДФ, которые более подвержены, допустим, повреждениям, есть которые менее. И вот в частности, вот этот цвет, темный бетон, это один из самых неубиваемых, скажем так, цветов. То есть здесь, допустим, какие-то мелкие царапины, которые будут там появляться в процессе, скажем так, жизни эксплуатации двери, они все будут не видны абсолютно, благодаря как вот этой текстуре, скажем так, шероховатости на панели, так и неоднородному цвету. Поэтому по антивандальности, назовем мы так, то есть вот эта отделка, она самая идеальная. И переходим к декоративным элементам. К декоративным элементам. И напоследок я скажу о таком элементе, который, в принципе, его не может предложить ни один производитель. Только мы занимаемся производством таких элементов. И о нем я скажу напоследок. А сейчас о декоративных элементах. Ну, вот посмотря на это, можно назвать уже только это идеальным внешним видом. Для большинства людей именно так. То есть это уникальные торцевые планки, которые мы изготавливаем. Уже с модели Monolith Muscle они идут в комплекте. Также они могут быть изготовлены на более младшей нашей модели. Но сегодня мы поговорим о данной модели, данном экземпляре. Это торцевые планки из нержавейки в нашем фирменном стиле. Это уникальные даже элементы крепления, которые также изготовлены у нас. Которые на самом деле, скажем так, повторить. То он столкнется с тем, что даже элементов крепления нужного формата их найти невозможно. Не говоря уже о таких торцевых планках, которые вырезаются, шлифуются, полируются. Это целый техпроцесс, который занимает много времени, много сил. Но стоит ли оно того? Лично для меня стоит. Я считаю, что вот это является идеальным внешним видом. Тоже касается и с внешней стороны. Это все тоже элементы изготовлены на нашем производстве. Все также отполированы, подогнаны. То есть они все складываются в общую картину. То есть в одном фирменном стиле. То есть здесь ничего как бы не пестрит. То квадратное, то овальное. То есть это вот как бы идеальный внешний вид в идеальном стиле. И тоже касается с внутренней стороны. Здесь все так же, то есть примерно с одинаковыми радиусами. Тоже подобрано все в одинаковом стиле и цвете. И напоследок. Напоследок это вот этот элемент, который на самом деле многие люди предпочитают не ставить. Глазок. У меня будет домофон. Мне он не нужен. Безусловно, он не нужен. И может, скажем так, 10 лет быть не нужен. Но, к примеру, один раз, когда через 10 лет, возьмем там вообще как бы крайность, через 10 лет нет света. То есть на всем районе, либо в вашем доме. Дома там находится, к примеру, там подросток, либо женщина. Кто-то стучится вот в такую дверь, вот в такую толщину. И пытается себя идентифицировать через вот эту звукоизоляцию. То есть, что это я, то-то, то-то. То поверьте, вы ничего не услышите. То есть и в замковые, скажем так, щели вы тоже на него не посмотрите. При этом, допустим, телефонная связь тоже может быть там временно включена, либо по каким-то причинам человек не может позвонить и себя идентифицировать. Поэтому глазок, это такой элемент, который может там 10-15 лет быть не нужен, но отработав один раз, он на самом деле 10 лет он себя как бы оправдает. Хотя на самом деле, то есть периодически тоже в глазок смотреть удобнее, чем домофон выглядывать. Но это, как показывает, опять же, практика, как оно есть на самом деле. Есть такой миф там распространенный у бронедверщиков, назовем его так, что вот там этот глазок, через него можно чуть ли не дверь открыть, и через него там можно уже как бы залезть. В наших, во всех конструкциях такой проблемы абсолютно нет. Глазок абсолютно в любой нашей конструкции не является слабым местом, так как, допустим, если рассматривать, мы возьмем, допустим, дверь однолистовую, которая вот сейчас сплошь и рядом, да, однолистовая дверь, у которой в районе замков что-то там может какой-то еще кусочек металла могут не пожалеть. Но в районе замка, поверьте, там ничего не будет, там просто будет отверстие в металле, и никаких ребер жесткости, ничего там, естественно, то есть в той конструкции нет. Поэтому просто, скажем так, забив в глазок уже, скажем так, инструмент с острым краем, то есть и можно уже начинать разрывать внешний лист, то есть звука никакого не будет, то есть он лист будет разрываться, и, скажем так, можно чуть ли себе не дверь дополнительно вырвать наружном листе, выбить внутреннюю панель и войти в квартиру, но это один из способов. Второй способ разорвать, там засунуть руку, если оба замка открываются барашком изнутри, то можно открыть. То есть во всех наших конструкциях этой проблемы нет по той причине. Первая, это у нас все двери двухлистовые, и вторая причина, у нас везде идет плотная сетка из ребер. То есть у нас даже если разорвав, то есть он упрется здесь, жулик здесь, здесь он упрется здесь, то есть он особо много себе поля действия не освободит за счет глазка. Поэтому в наших конструкциях этой проблемы нет. Люди приходят, как правило, ко мне, они вот с этими словами, что нет, мне глазок не надо, я везде послушал, это слабое место. То есть о истинном слабом месте, ну, вряд ли кто-то задумывался. Истинное слабое место глазка, это то, что можно действительно, скажем так, брызнуть какого-то бензина в квартиру, то есть какой-то подпал устроить. Ну, это действительно проблема. Ну, и естественно, проблема, можно там чем-то штрикнуть, не дай бог, в глаз. То есть это тоже такое, ну, можно сделать. И, в принципе, на всех глазках такое можно сделать. Абсолютно все глазки, которые вы видели, они все не имеют защиты от такого ужасного, как бы, метода. Ну, за исключением данного глазка. Данный глазок, это глазок нашего производства. Фирменный глазок, как по внешнему виду, так же глазок имеет вставку из баллистического акрила. Вставка более 7 сантиметров толщина баллистического акрила. То есть на самом деле, чтобы сдержать пистолет, уже будет достаточно вдвое меньше толщины, чтобы, ну, не был прострелен. Но это больше не от огнестрельного оружия. Это больше от того, чтобы нельзя было, не дай бог, нанести урон хозяину двери. Ни в коем случае нельзя было каким-то острым предметом. Ни в коем случае нельзя будет в отсутствии хозяина, то есть как-то пробить зажигательную смесь какую-то, набрызгать в коридор, тем самым устроить пожар. Ну и так далее. То есть здесь уже как бы можно фантазировать. И все эти фантазии, вот этот глазок, он все их исключает. Поэтому вот эта дверь, о которой мы сегодня говорили, я ее назвал идеальным творением именно по совокупности всех параметров. Я вам рассказал, в принципе, о всех параметрах, даже вплоть до материалов и методов, как это все реализовано. Поэтому, безусловно, единственное неидеальное в этом во всем для большинства людей может послужить цена. Но если это рассмотреть не просто в сравнении с другими производителями, здесь как бы сравнения никакого нет. Большинство, допустим, этих параметров не может предложить ни один производитель. А просто даже в сравнении того, что сколько вкладываешь и сколько получаешь, то, безусловно, вот это то, что получаешь, оно будет перевешивать в значительной мере. Поэтому, если вам будут нужны такие двери, либо любые двери под любые задачи, любые размеры, если это взломостойкие двери, защита от силового взлома, вскрытие отмычками, двери, которые пулестойкие двери с защитой от плода автомата Калашникова. Все эти двери мы изготавливаем у себя на производстве. Мы находимся в городе Киеве, улица Вискозная, 3Б. Вы можете к нам приехать, предварительно позвонив по телефону, которые указаны либо у нас на сайте, либо под любым из наших видео. Здесь мы с вами пообщаемся, услышим то, что вам нужно и в любом случае предложим то решение, которое вас устроит. Всего доброго, до свидания.